Всем привет, с вами подкаст «Чебреки о школе», где мы обсудим о том, как вообще учиться в школе, поделимся своим личным опытом. Наши гости – это волонтеры «Вайтпайк». Всем привет, я Исо, и я ученица девятого класса. Всем привет, я Коснуро, я учусь на третьем курсе. А, кстати, я Амир, я тоже студент, учусь на первом курсе. Насчет того, как проходила учеба, какие у вас были оценки? Приблизительно до седьмого класса я была отечницей, у меня шли круглые пятерки, но с седьмого класса у меня начали идти четверки, и я стала хорошисткой. Если говорить обо мне, то я всегда была хорошистом, но меня считали отечницей. У меня была и тройка по физкультуре, тройка по химии, я их всегда не любила, но учеба мне тоже не особо нравилась. Я была рада, что я начала школу. А как же вы, одноклассники? Одноклассники? Нет? Ну, нормально, я не скучаю. Это не есть хорошо. Что насчет меня? Опять-таки, я круглый трочник, и остаюсь все очень трочником, но не считаю себя не очень. Потому что я все равно читаю, учусь. Просто мне с детства был непонятен формат того, как ставят оценки. Раньше я когда пытался получать хорошие оценки, но там приходилось, как сказать, ладить вообще с учителями, с одноклассниками, а я принципиально был в каком-то плане человек, и поэтому у меня оценки в каком-то плане были плохие. А также я не любил делать домашку. Я вот заметил, иногда достаточно, чтобы получить хорошую оценку, достаточно просто делать домашку, а я ее обычно не делал. Ты счастливый человек, у тебя есть синдроматный. Да, да, да. Меня допустил. Вот, кстати, насчет учебы. Я вот заметил, мой брат, у меня есть братик, младший братик, и он, он учится, кстати, хорошо, у него хорошие оценки, вот, и по характеру он такой хулиган, он любит побегать, попрыгать, он уходит на улицу, приходит поздно вечером, ну, как поздно, по-детски поздно, где-то в 6-7, вот, после урока. Как-то заходит домой, переодется резко в школу, но при этом, как бы не было поздно, я могу спать и временем просто, там, повернуть голову, смотрю, там, свет включен, он открыл книги и делает уроки. Я вообще в шоке, знаешь? Часто такое лисичь. Да, да, прикинь, это ребенок, а он еще такой хулиган, уроки он всегда делает. И я ведь даже как-то общался с одной классницей, я говорил о своей проблеме, когда еще учился в школе, типа, вот, я не делал уроки. Потом она это объяснила тем, что если родители, да, или же кто-то с ребенком вот до определенного возраста, ну, где-то до 5-го класса работает, в плане делать уроки, вот, то он, это как бы остается с ним. А вот со мной, как только они пытались меня заставить научить делать уроки, у них все на этом не получилось. Я не знаю. Было безключение. Да. Было безключение, да. Вот. Ну, такие дела. Так, что вы думаете, вот, вопрос дисциплины, форма, значит, насчет формы, как у вас было? У нас в школе... Были конфликты вообще? На самом деле, у нас в школе все говорят о том, что, вот, очень важно, это школьная форма, но никто ее не соблюдает. Если честно, все всегда в кроссовках, в свободной форме. Иногда, конечно, из-за этого ругают, но, мне кажется, сейчас больше смотрят, такое европейского образования, который спадает, где там... Больше, сказать, что образование важно, нежели то, как человек одет. Формы, да. Так что у нас сейчас чуть помягче с формой, чем Малиша. Ну, тебе повезло. Да. У меня такого не было в школе, еще другая ситуация была, и им очень была важна форма. Там, в начальной школе у нас не было какой-то определенной формы, просто носили что-то темно-синее. Потом нам ввели форму, ее кто-то покупал, кто-то нет, потом ее отменили. Потом опять снова добавили вот это правило. Сейчас уже форма, она, по-моему, оранжевая. Нет, не оранжевая, а серая. Я просто там уже не учусь, я не знаю. И вот у нас была строга во время моей учебы, у нас стояли у ворот, проверяли. Те, у кого не было формы, либо звонили родителям, либо вообще выгоняли. Ну, я чаще всего одевалась по форме, так что ко мне не придирались. Да, понимаю. У меня это примерно так же. Хотя вот менял школы, вы все время учились. Я один раз меняла, но это не меня особо важно. Да? Нет, а я, ну, здесь там, я, ну, дети все соблюдают. То есть я менял три раза школу. Так, первый раз я менял, когда четвертый класс я закончил, вот, я перешел в другую школу. Там с формой, кстати, вообще, ну, как сказать, вроде ребята одевались по форме. Вот, то есть максимум, что они могли себе позволить, там, не одеть галстук или же ходить в обувь, там, кроссовки одевали. Вот, а так, а потом я перешел в другую школу, в ней почти было так же, но уже в тот момент я сам не любил там одеваться, ну, не по форме. У меня, в принципе, было прям очень удобно, и мне очень нравилось вот эту школьную форму. В том плане, я уже нашел себе даже туфли, которые очень удобные, потому что мне не нравилось форме. Да, вот только туфли, я думаю, на самом деле они натирают, вот тут, я думаю, надо как-то обдумать, вот, с туфлем, соловьем, вот. А так, рубашка и брюки мне даже, я даже за, то есть вот единую школьную форму, из-за того, что я что заметил, она как-то, что ли, обязывает, вот, в зависимости от того, в чем я буду одет, ну, от этого, как бы, может поменять свое настроение, если я, там, не знаю, более широкая одежда, я чувствую себя комфортнее, я могу себе позволить там, да, просеяться, да, а в школе, ну, то есть, ты видишь, ну, ты себя как-то представляешь со стороны, ну, на тебе башка, да, и, то есть, ты такой серьезненький человечек, только сидишь, серьезненький, и слушаешь всех, и, да, там, все уроки, там, всех учителей, вот, и, что классно, она заставляет ходить всех чистенькими, то есть все более-менее, да, ну, я бы не сказала, что есть всякие, ну, почему, 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 это тоже зависит от человека, ну, по большей части, все же, я вот, допустим, одеваю такие вещи, вот, привыкся, да, из-за того, что я могу там сесть, и оно не так быстро испаскивается, а если даже это испаскивается, то будет не так видно, вот, а если ты, допустим, рубашки, ты закатываешь рукава, или же стараешься, ну, не делать какую-то губы, и штаны, куда угодно не сядешь, более-менее ведешь такой цивилизованный образ жизни, то есть, форма эта, в этом помогает, но особый, надо подумать. Ну, и в вузах точно такие же правила, нужно носить официально, собственно, да. Кстати, вот в вузах не прям так, там, вот девушек, ну, прям там, я, что-то не увидишь, да, да, вот там у меня прям свободно, свободно. Но, по-моему, по-моему, мне всегда там, по-моему, и мне это нравится, да, обязательно, да, мне это нравится. Ну, у нас, да. Да, да. Я еще слушал раньше, ну, именно студенты даже ходили в сланцах, типа, так что это лучше, чем, да, да, моя мама рассказывала, это лучше, когда ты видишь человека волную, чем в сланцах, а проучиться, вот, так что так, это насчет формы, а так насчет прогулок, пропусков, часто прогуливали, пропускали? Ну, в принципе, в этом году я начал очень много пропускать из каких-то проектов, программ, а так у нас не так столько в плане прогулок, то есть, если ты болеешь, если там нет больше трех дней, там справка медицинская, либо если по семейному связи со звони от родителей, ну, максимум записка родителей, не так столько. В моем случае я пропускала много в начальной школе, очень много, и в среднем тоже пропускала, потому что я часто болела, у меня был один раз гипотез, я месяц не ходила, потом у меня еще лопни и манера, потом месяц не ходила, но мне это было как-то в кайф, в 10-м и 11-м, кстати, у меня пропусков вообще очень мало было, у меня класса руководителя очень ходила. Нет, это классно, нет, у меня с пропусками, я вообще не особо любил пропускать, ну, в детстве там еще как-то, конечно, не знаю, гулять на улице, веселиться с друзьями, прикольнее, но когда пару раз там, не знаю, уходишь, я не знаю, я был такой учитель, я любил гулять, у нас ученики часто не в принципе денег, а уроки какие-то из учителя, например, то есть они любят этот предмет или учителя и пропускают какие-то уроки, хотя это тоже такая. У нас так же было, очень много прогулив. Да-да-да, иногда я прогуливал, чтобы не получить плохую оценку, да, я такой, мам, я умираю, что с тобой, это контрольная, внутри я об этом говорю, но на самом деле я говорю, я не знаю, температура или еще что-то. Ну, так вот, насчет прогулок, в детстве этот я хотел, я как-то даже попытался, по-моему, и когда я заметил, то есть никого вроде нет, потому что я только в школе, и как-то интерес попал, вот, и так я не прогуливал, помимо того, что плохой оценкой не будет там заканчиваться и все такое. У нас было так, что мы коллективно прогуливали все классы. Да-да-да. Мы прямо во время урока говорили, мы хотим домой, ой, мне стыдно, если честно, на этом я не была инициатива, потому что соучастником, но все равно. Так, следующий вопрос. Взаимоотношения учителей и учеников. Как у вас вообще с этим было? Ну, у меня лично было никогда конфликты с учителями. Мне, наоборот, даже из того, что я хорошо училась, всегда были хорошие взаимоотношения. Еще и в этом году я попала в класс учительницы русского языка, который прямо меня очень сильно любит, и поэтому у меня не было никогда проблем с учителями. Но в классе, конечно, были всегда ребята, которые ссорились с учителями. Но это было редко, потому что у нас все-таки другой мандалитет. Мы привыкли так постоянно ссориться с старшими. Ну, у меня тоже не было в школе проблем. Я была хорошей девочкой. Ну, вот, в универе, например, не так уже. У меня есть некоторые конфликты. Так, в школе я всегда была спокойной и сам послушал, ничего не было. Ну, сейчас я тоже тогда скажу насчет отношений. У меня, можно сказать, и не было отношений с учителями почти, что вообще никаких. Я как бы встречал одноклассников, когда я пришел в другую школу через несколько лет дома. Уже второй-третий год. Переходит в мою бывшую одноклассницу. И она начинает мне рассказывать истории, какие я был тогда. А я, типа, был, знаешь, таким же. Я уходил из себя. То есть в своем мире был. Прямо жил так. Сейчас задумывался. Идет урок, а я там сижу и рисую, или о чем-то своем думал. На своем счете. Да, да, да. Но хотя я не сказал, что я не был, то есть, отдален от друзей. Там я их любил, там, с пацаном посидеть, поговорить о чем-то. Вот. Но так, такое было. А потом с учителями, вот последние годы, последний год у меня прошел классно. Учительница была очень классная. Наша учительница, она перешла в другую школу. Классно, точнее, перешла. А эта пришла как бы на замену. И наша жена-то группа, она к нам относилась очень хорошо. И мне тоже очень хорошо, а здесь. Насчет вот иностранных школ. Мы говорили о форме, то как у нас. Знаете ли вы о форме иностранных школ? Ну, в Европе, да. То есть там делится как государственная, так и частная школа. Государственная школа не только для граждан, с той страны, в которой вы проживаете, и частные, но не платные. Но вот, например, в Великобритании там уже очень строго с формой. В принципе, страна, которая создала школьную форму. Серьезно? Да. Ничего себе. И поэтому у них там строго с школьной формой. Что говорится, наверное, про Америку, то там есть, конечно, школы, где своя форма, но в основном там максимально свободная форма. Можно приходить в другую одевочку, в пижаме даже. Конечно. Ну, опять я вижу, не больше. Я за стандарт вот это вот, чтобы школьную половину. Потому что такие же... Мне как-то даже сказали, я тоже раньше был по-росту, а почему бы это не одеть, почему бы это не одеть? А потом что сказали? А, а ты типа сюда позировать пришел или учиться пришел? А я такой, парень, а ты прав, да. Ты прав, мужчина. На самом деле я так задумался и вправ. Так что, да, это такой щепетильный вопрос. Хотя, я думаю, достаточно понятно. То есть, школа все-таки должна быть школой. Часто внешний вид, он влияет настроение, например. Многим, вот если считать мальчиков, то у них просто костюмы, брюки, да? А, ну тоже, да, да. А если девушки, то там многим, любого человека, например, если у тебя комфортная одежда, у тебя от денег даже какой-то помощь. Да, да, это правда. Примерно так, что, когда ты говоришь на публику, есть такие лайфхаки. То есть, когда ты говоришь на публику, можно максимально удобно тебе дышать. А, да, да, да. Вот. И так же, наверное, зачем? Потому что в школе мы часто выходим к доске, что-то говорим, что-то решаем. Ага. И ты выходишь, и ты думаешь, что что-то на тебя смотрит, и ты думаешь, ой, вот мне вообще не нравится рубашка, которую я сегодня надела, но другая рубашка, она вообще не подходит под школьную форму. И вот, типа, тоже влияет часто школьная форма. Потому что вот во многих школах, где специальная форма для каждой школы, своя форма. А, вот это да. И бывает часто, что некачественная. Да, да. То есть, некачественная. То есть, там неприятная. Неприятная. Ты выходишь, тебе не нравится эта школьная форма. Тебе некомфортно, не чувствуешь, и тебе еще и говорить о этой форме. Тебе тело целый день как проходить. Да, есть такое, есть такое. Ну, вообще, я не то что против школьной формы такой. Мне вот нравилось раньше, когда я училась в начальной школе. У нас было принято просто надевать белый верх, там черный низ, и все. Там неважно. Майки? Типа, рубашка? Типа, рубашка. Ага. У нас рубашка тоже неважно какая. Со сладости, с чем. Да, да, да. У нас можно и в майках. У нас про банку. Света. Вообще круто. Насчет школ. Чем отличаются школы в других странах? В частности, Европа и более разных странах Азии. То, что... Что там? Да. Пораньше? Ну, получается то, что в многих европейских странах, там вот с high school. Да. Десятый, двенадцатый класс, потому что у них там 12-13 классов. Они там начинают выбирать предметы по выбору. И получается, изучают только их. И они им как раз помогают на выступлении. У нас тут много по-другому. У нас идет вот такая все базовые предметы, как пришли. Да, да, да. Со средней школы вот так и идут. Да, да, да. Просто многие вот ходят на дополнительные. Да. И что самое сложное, еще и это так же не по системе, да. И приходит часто возникать недопонимание со школы. Потому что в школе ты, допустим, не можешь успеть проходить те или иные предметы, которые, ну, на твой взгляд, тебе нужны. И уже даже нужны для того, чтобы просто сдать экзамен. Вот. Так что приходится, да. Или же вот английский, допустим. Даже если у тебя в школе хорошо попадает, но у тебя большой пропуск, тебя иногда догоняется, тебе по-любому приходится ходить на допы. А когда ты в старших классах, ты еще ходишь, помимо этого, английский еще на другие. Это допы твоей специальности. Вот. Так что да, это сложно насчет этих. Ну, там в США и Европе, мне кажется, намного лучше выбирать предметы. Ага. У нас, например, могут ходить и в школу, и потом выбирать кучу дополнительных. Солнечным частям все. Да, 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 да. Ну, а если у тебя какая-то ситуация, она хочет поступить в медный институт. Ага. Она параллельно ходит в дополнительную и возвращается домой в 8 вечера. Да, 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 да. Кошмарно. Еще ночь сидит и делает домашку, что и в школьную, что и по дополнительным. Ужас. Бедняжка. Да. А насчет про квалитации и самостоятельного выбора профессии, что вы думаете? Ну, вообще, как мы уже сказали, по свободному выбору предметов в США и Европе, допустим, у нас такого нет. Но, с одной стороны, это хорошо, потому что у нас изучают множество предметов, мы узнаем о многом и по немногу. Если даже в интернет там посмотреть, например, те же опросы американцев, там обычный вопрос по географии я не знаю. Но если наших спросить, то они очень четко могут ответить. И мне нравится и то, что там, допустим, в Азии есть ли там такая зубрежка, а в Европе свобода, то у нас такая прям середина золотая. У нас ценится мнение самого человека и его знания к тому же. То есть помимо базы школы можно ходить на секции различных, которые у тебя есть. Тоже так и есть. И при этом, знаете, важно. Да, да, да. Иметь общее представление о всех предметах. Да. Получается более многогранный специалист. Согласен, согласен. Ладно, думаю, на этом все. Спасибо всем. С вами были Чеблики. Это был Панкас Чеблики о школе. Всего хорошего. Давайте. Пока-пока. Пока-пока.